Торжественное награждение и обсуждение социальных проблем ветеранов в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В городском совете Симферополя ветеранов отметили юбилейными медалями. А в Госсовете Республики обсудили, как сделать их жизнь комфортнее. Подробнее в нашем сюжете. Великая Отечественная война разделила мир на до и после. Подвиг советских солдат, на который сейчас некоторые политики на Западе хотят закрыть глаза, не только спас десятки народов от коричневой чумы, но и дал шанс на жизнь будущим поколениям. Цену за победу защитники Родины заплатили огромную – миллионы убитых и сотни тысяч покалеченных. Весть о победе встретили не все, но те, кто сумел выжить, никогда не забудут день, ради которого потеряли многих и многое. Знамя победы над Рейхстагом подружено. Приказ товарища Сталина выполнен. Василий Матвеевич прекрасно помнит этот момент. Ради него стоило жертвовать всем и бороться до последнего. Он прошёл всю войну от начала и до конца. Участвовал в обороне и взятии Смоленска, Ржева и многих других городов. Не раз был на грани смерти, но однажды приблизился к ней вплотную. Больше всего мне запомнился, первый же, как я только поступил, один из батальонов нашего полка попал в окружение. Мы пришлось его освобождать, прорываться туда, через кордон немцев и помочь ему для того, чтобы выйти из окружения. В преддверии праздничной даты крымских ветеранов чествуют на всех уровнях. К примеру, в Симферопольском горсовете порядка 200 человек наградили юбилейными медалями от имени президента Российской Федерации Владимира Путина. На тёплые слова тоже не скупились. История всегда будет с нами. И благодаря вам, наша молодёжь, наши дети знают её, чтят, помнят и будут дальше передавать своим детям для того, чтобы дальше можно было развиваться. Однако, одними лишь медалями жизнь ветеранов лучше не сделаешь. В Госсовете Республики призвали серьёзнее относиться к социальным обязательствам по отношению к героям Родины. Вопросы где-то задержки с пенсии, вопросов социального обеспечения ремонта, то есть всё то, что сегодня волнует людей старшего поколения, мы должны к этому вопросу относиться очень серьёзно. Ведь благодаря только заслугам ветеранов Великой Теистины мы живём сегодня в таком прекрасном Крыму. К 70-летию Победы нам нужно сделать так, чтобы ни у одного из ветеранов минувшей войны не было никаких трудностей. Повторяю, никаких. Ни с жильём, ни с телефоном, ни с медицинским обслуживанием, ни с лекарствами, ни с пенсиями и так далее. Для улучшения условий жизни этой категории граждан выделяются деньги как из республиканского, так и из федерального бюджета. Ко Дню Победы ветеранов ожидает несколько дополнительных выплат. В частности, только для инвалидов войны общая сумма выделенных средств составит 133 миллиона рублей. Екатерина Наумова, Дарья Скобеева, Александр Смычек и Андрей Лебедев. Время новостей.